А сейчас эксклюзивный материал о начавшемся на Украине референдуме. Это материал от наших бердянских коллег. Напомним, что этого события там ждали 30 лет. В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях 23 сентября стартовали референдумы по вопросу о вхождении в состав России на правах субъектов. Подробности о том, как проходит процедура, расскажем в следующем материале, подготовленном при поддержке наших коллег из Бердянска. Наступил исторический момент не только в моей жизни, но и, мне кажется, в жизни всех тех, кто всей душой за правду, за справедливость, за наше светлое будущее вместе с Россией. Поэтому я открыто хотела бы проголосовать. С 23 по 26 сентября жители территории, где проходит референдум, смогут проголосовать по месту жительства. Избирательные комиссии сами зайдут в каждый дом с переносным ящиком для бюллетеней с 8 утра до 20 часов вечера. Вот что рассказывают члены избирательной комиссии нашим коллегам. В этот раз относятся все более-менее положительно. В каждом дворе вам удалось побывать? Кто-то на работе, но большинство, да, большинство дома. Из соображений безопасности мы не показываем лиц. Хотя на месте сотрудников комиссии сопровождают полицейские. Безусловным приоритетом в работе избирательных комиссий является защита персональных данных и тайна голосования. И самый главный приоритет – это безопасность членов избирательных комиссий всех уровней. В этой связи мы тесно взаимодействуем с правоохранительными органами, находимся с ними на постоянном контакте. Все это сделано для того, чтобы максимально обезопасить жителей города. Хочу сказать, что это историческое событие, в котором мы можем проявить свою волю и таким образом сделать выбор в пользу не только самих себя, но и своих детей и своих внуков за счастливое и светлое будущее. Бюллетени напечатаны сразу на двух языках – русском и украинском. Люди делают свой выбор, не отрываясь от домашних дел. Настроение у голосующих приподнятое, полная надежд, говорят коллеги. У них уже терпения нет. Настолько люди хотели, ждали этого дня. Люди хотят перемен. Бояться не нужно и все будет хорошо. Я думаю, что все будет хорошо. Мы будем сейчас голосовать с удовольствием за то, чтобы было так, как сверху. Бог. К работе приступили уже 5000 сотрудников избиркома. А 27 сентября голосование будет проходить уже на избирательных участках. Также избирательные участки организованы и на территории России, в том числе в Тверской области и в Твери. Пришел сделать свой выбор и житель Бердянска Роман. Сам он родом из Верхневолжья. Но волей судьбы семья оказалась в Запорожской области. Выбор был давно сделан. Сейчас хоть разрешили официально его сделать. Чтобы спасти русских всех. Они же по всему миру живут. В Украине их много. Большинство. Хотя говорят, что там меньшинство нас. Всего в Тверской области находится около 3000 потенциальных участников референдума. В самой Твери чуть меньше тысячи. Закончится голосование 27 сентября после 16 часов. Затем абсолютно все голоса будут подсчитаны вместе. Референдум стартовал. Референдуму быть и светлому будущему вместе с Россией тоже быть. Специально для телеканала Тверской проспект из Бердянска.